Здравствуйте! Сегодня мы готовим рассольник с белыми сухими грибами. Для этого, естественно, нам потребуются белые сухие грибы, которые я замочил примерно за 4 часа, чтобы они были мягкие, готовые, чтобы можно было их резать, чтобы получился хороший такой бульон от них. Обязательно нужна перловка, которую я замачивал, но не меньше, чем за 4 часа, это точно. Перловку нужно обязательно много раз промывать. Я, наверное, промывал раз 8 или 9. Соответственно, соленые или маринованные огурцы. Мне больше нравится готовить из соленых огурцов, но так как маринованные огурцы, наверное, больше распространены и в сезон праздников, и какие-то другие мероприятия, там они остаются, полбанки стоят, всякие разные. То есть вот у меня здесь, в этом ковшечке из трех банок, мама присылает, теща присылает, тетка присылает. То есть они отовсюду съезжаются к нам домой, и я вот так взял их, собрал все в кучу, так из этих слил, и сейчас их все передроблю. Я думаю, что моя история, она не оригинальная, и такое есть у всех, наверное. Поэтому маринованные можно тоже использовать. Рассола здесь нету. Во-первых, это маринованный. Маринованный рассол нам не нужен. А вот от соленых огурцов лучше всего взять, конечно, рассольчик. На то он и рассольник. Еще мы взяли большую репу. Вот я считаю, что оно с перловкой и со всеми остальными продуктами хорошо зайдет, достаточно плотная, хорошая, сочная такая репа. Морковь крупная, две средненьких, маленькая и средняя такая луковицы, кусочек корня сельдерея, чеснок, восемь здесь, но они все разные, большие, маленькие, то есть все разные. Три лавровых листа и немножко дробленого перца. Сразу же нарезаю грибы и отправляю их, вот внимание, да, не сказал специально, я не сливал и не выливал бульон из-под грибов. Вот та вода, которая остается такая темно-коричневая, грибной такой бульон, как раз и заменяет мне рассол из-под огурцов. То есть он уже такой имеет четкий, понятный вкус сухих грибов, поэтому его ни в коем случае в данном рецепте не сливайте, оставьте и приготовьте, будет очень вкусно. Нарезаем грибы сразу же, в первую очередь, и нарезаю так, чтобы в каждую ложку попал кусочек гриба. Да, достаточно мелко буду нарезать, просто вот так вот нарубить. Иногда надо делать, конечно, большие, чтобы куски были, например, там, ну, какого-нибудь вот супа, когда грибной делаешь, там желательно, чтобы были крупные куски. А вот здесь вот я помелче сделаю, все-таки это акцент будет немножко на другом. Первым делом я закладываю в кастрюлю грибы, которые должны еще вариться, и перловую крупу. Она самый такой жесткий продукт, ну, потому что, сами поймете, что все остальное мы будем обжаривать вместе в сковородке, не обжаривать, тушить вместе, готовить. Поэтому сейчас я закладываю нарезанные мелко грибы и перловку в кипящий на плите бульон. Пошли. Дальше нарезаем все овощи, которые у нас есть. Картошки в этом рассольнике у нас нет. Ее очень хорошо заменяет репа, перловка, то есть, ну, естественно. Поэтому еще туда и картошку, это вообще лишнее, я считаю. Так, корешок сельдерея для легкости такой уникальный получится рассольник, потому что есть и репа, и сельдерей, и морковь, и все вот эти вот наши любимые такие корнеплоды. Все сюда прямо попали. Я большими такими полукольцами нарежу лук, не буду мельчить. Начинаю нарезать огурцы. Я так достаточно крупно буду их резать. Не будем мельчить. Аккуратней с солью в этом супе, аккуратно прямо, не надо солить заранее. Соли в соленых или маринованных огурцах полным-полно, поэтому переборщить с ними очень легко. Тем более, что они такую обманчивую среду создают в супе. Они сразу же не отдадут, естественно, соль. Вот, поэтому лучше посолить тогда, когда они отпустят. Все, заливаю маслом и отправляю нас в плиту. Чеснок я всегда нарезаю в последнюю очередь, чтобы он отдал уже в прогретые овощи, корнеплоды. Все свои вот эти ароматы, соки. Когда масло уже разогрелось, когда масло уже прогретое, вот только тогда я туда чеснок. И, соответственно, перец. Сейчас будем закладывать. Довели овощи в сковородке до полуготовности. И закладываем сюда дробленый перец и чеснок. Все, еще раз перемешиваю. Уже ароматы, конечно, солеными огурчиками маринованными, всеми овощами уже все, уже чувствуется рассоленький прямо. Вот он должен уже, в сковородке должен быть чувствоваться уже, такой концентрированный вкус. Все. Закрываю и довожу их до полной готовности. А потом будем закладывать это все в кастрюлю. Гуртом. Ну что, я напомню, что у нас в кастрюле варятся в бульоне из-под замоченных грибов белые грибы и перловка. Вот они варятся уже, наверное, минут 20 или 30. Если перловка была достаточно правильно замочена, то она уже будет почти готова. Значит, сейчас мы туда начинаем закладывать готовые овощи из сковородки. Вот посмотрите, все уже дошли почти. Сейчас начинаем закладывать это все в кипящую кастрюлю. Я напомню, что я еще пока ничего не солил. Не там, не там. Нам нужно сейчас разобраться, что у нас с солью уже в готовой кастрюле. После того, как мы добавили воду до конца. Вот надо еще сейчас добавить сюда воду. И после того, как мы прокипятим это минут 10, а может даже 15, все это переженится. Вот после этого нужно пробовать на соль. И тогда уже будем подсаливать. Я даже специально акцентирую на это внимание, потому что, ну, это пересолить соленые огурцы, знаете, это расплюнуть. Сейчас у нас уже можно закладывать туда 3 лавровых листочка. Вот я как раз доливаю до нужного уровня. Отлично. Ароматы уже рассольника, все уже идут. Сейчас доводим такого до стандартного кипения. Делаем потише и ждем минут 15. Потом подсаливаем и все, будет готово. Вот как раз прошло минут 10-15. И самое время попробовать и грибы. Вот я подцепляю вот таким образом. Раз, и цепляю то, что мне нужно. То есть на готовность проверяю грибы, на готовность проверяю перловочку, и все остальное. И, соответственно, раз, бульон. Ммм, несоленое. Надо еще чайную ложку как минимум соли. Ну, маринованные, несоленые. И рассола не было. Соответственно, вот в таком порядке и делаем. И вот когда уже мы сейчас подсолим, тогда уже можно минут еще 7-8 оставить на мелком-мелком огне, и все будет готово. Будем пробовать уже. Ну вот, традиционная наша подача. На этот раз это рассольник из белых сухих грибов. Готов. Такой тихо-тихо успокоился. Стоит и молчит. Ждет, когда его будут хвалить. Сейчас начнем. Ну что, давайте пробовать. Вот как раз. Замечательный, замечательный запах. Вообще отвал башки. Отличная вещь. Очень хорошо. Легкий, тяжелый вообще. Отличный рассольник. Перловка. Ой, как живот урчит. Встречает прям радостно. Значит, все на месте. Мягкий кремовый вкус, общий такой. Чувствуются огурцы, чувствуется перловка. Очень кремовый. Никаких лишних вкусов. Грибы, естественно, отлично все соединились и с перловкой, и с маринованными огурцами. Что осталось сказать. Готовьте по этому рецепту подробности. Все в описании. И продукты, и порядок приготовления. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Присылайте нам ваши рецепты на электронную почту. Желаю вам всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok